Художники в основном стараются выразить себя, как мы знаем, да. Но мне кажется, что связь художника с историей Родины, Отечества, вот это важнее, потому что вот это меня, так сказать, и воспитывает самого, и у меня развивается интерес вообще к этим людям, воспоминания об этих людях, вот допустим. Церкви Екатеринодарской области, будем говорить, не Краснодарского края, Екатеринодарской области, потому что они все в основном были сооружены в древолюционное время эти церкви, а некоторых уже и отсутствует, вот как, допустим, вот эта церковь, находящаяся на улице, она называлась Кирпич на карте, теперь она называется Максима Горького, да, но ее сейчас нету школы, на ее месте располагается, да. Вот, ну и так далее. Мне всегда привыкала архитектура этих, во-первых, сооружений, и вот у меня студенты зачастую хотят изобразить церковь или вот новый, допустим, собор Александра Невска, но я говорю, вы подходите к ним как просто к изображению какого-то архитектурного сооружения, а нужно сделать, чтобы это было здание, через которое люди общаются с Богом, вот что выразить. Поэтому они вот небо чаще все белое оставляют, такое, все не знают, что же там делать. Я привожу, например, там, допустим, работу Ван Гога какую-то интересную, где он это, у него все мироздание вращается и так далее. Мною было сделано портретом Кирилла Росинского, выдающегося, конечно, деятеля просвещения на Кубани. Меня эти люди всегда привлекали своей необычностью и стремлением к тому, чтобы развивать народ и просвещать его. И он, в частности, Кирилл Росинский, когда я биографию его изучил, оказалось, что он был участником Отечественной войны, что у нас в музее, в Литературном музее Кубани находится его прижизненный портрет. И мне захотелось его изобразить. Я его изобразил в виде парсуны, так сказать, то есть и с детьми, так как он был организатором Кубанского хора детского. Вот здесь он напечатан, он у вас находится в фондах, этот портрет. Немножко печать здесь не очень хорошее. А также построил на собственной деньги Екатеринскую церковь деревянную, возле которой потом уже построили Екатеринский собор. А эту церковь перенесли в сады Калинина под Краснодар. Ну и там в 60-е годы, к сожалению, она сгорела. Продолжение следует...